Вы наверняка уже многое слышали про нейросети, чат GPT, об этом пестрят просто все заголовки. Тот самый чат, который прошел собеседование в Google на должность инженера с зарплатой 183 тысячи долларов. Также он умеет писать тексты, генерировать музыку и изображение. В этом видео мы попробуем сделать мне ногти с помощью нейросети. Интересно, что получится? Не переключайся! Привет! С вами Анастасия. Я обожаю технологии, новинки, роботизацию, и поэтому мне очень интересно, что получится из нашего эксперимента. Обычно все дизайны ногтей я придумываю себе сама, так же, как и для своих клиентов и моделей. Конечно, иногда пользуюсь какими-то идеями из интернета и из Pinterest, но в этот раз это будет делать полностью искусственный интеллект. Есть такой сервис от компании OpenAI, в который вы можете написать любой запрос, то, что вы хотите, чтобы он вам сгенерировал. Чем точнее вы вводите запрос, тем точнее получится к тому, что вы хотите. На русском языке он работает пока что не очень корректно, поэтому писать будем на английском. Ногти я делаю себе, поэтому выбирать будем тоже то, что мне больше нравится, а я люблю форму миндаль и какие-нибудь полупрозрачные эффекты в ногтях. Пишем красивые ногти миндальной формы с прозрачным дизайном и блестками. Нажимаем сгенерировать. Ух ты, получилось, в общем-то, что-то похожее на миндаль. Давайте посмотрим вот эти. Тут какая-то беда, конечно, с формой и такое ощущение, что ногти просто приклеили сверху на пальцы. Не видно кутикул. Смотрите, здесь есть еще такая опция вариации. То есть, если вам, в принципе, нравится этот дизайн, но хочется что-то другое, мы нажимаем вот сюда. Вариации. И с этим же дизайном мы получим еще какие-то варианты. Здесь у нас оригинал, а здесь уже то, что сгенерировали. Как вы видите, это все-таки не человек создает, поэтому количество пальцев иногда может не совпадать. А вот здесь, по-моему, очень даже креативно. У нас на мизинце такая форма, как она называется, скошенный квадрат, а на других получается миндаль. Давайте какой-нибудь другой запрос введем. Длинные ногти формы стилет с внутренним дизайном и стразами. Вау! Посмотрите, это уже смахивает на какие-то конкурсные работы. Вот мне прямо они все нравятся. Не очень, конечно, представляю, как некоторые из них можно сделать. Вот тут, например, вообще пальцев не видно, но выглядит действительно круто и креативно. Давайте попробуем вот эти выбрать. Тут, правда, маловато пальцев. И нажмем вариации, может быть, сгенерирует что-то еще похожее. С количеством пальцев и их расположением здесь, конечно, беда. Но общая идея примерно понятна. Получаются такие, как стразы или фольга, что-то серебристое. И белые кончики. Окей, у нас весна. На дворе. Поэтому давайте что-нибудь весеннее. Весенний дизайн ногтей. На длинных ногтях. Видите, красивый весенний дизайн. По-моему, очень неплохие дизайны. Вот здесь немножко заломлен один палец. Вот на этой картинке, по-моему, очень даже красивый тропический дизайн. Розовые ногти с листочками. У меня такое ощущение, что это делали практически плоской кистью. Вот это тоже вполне тропический дизайн. По-моему, здесь даже есть какие-то элементы 3D. Вот эти листики явно объемные и выступают за пределы ногтей. Первый дизайн, кстати, тоже с 3D. Такое ощущение, что это сухоцветы, и при этом они имеют объем. Но здесь с количеством пальцев тоже какая-то беда. Вот этот дизайн, пожалуй, понравился больше всего. Давайте сгенерируем еще вариации. Получились очень похожие дизайны, но теперь с разной формой. Вот здесь у нас вообще комбо стилета и миндаля. Кстати, сочетание этих цветов очень даже ничего. Такой розовый с зеленым. Здесь у нас вариант в квадратно-миндальной форме. Два ногтя, миндаль, два квадрат. А здесь у нас на один палец больше. Но в целом сама цветовая гамма и фон, кстати, на котором фотографируют, сделана фотография этих ногтей, очень даже ничего. Давайте что-нибудь еще. Мне вообще нравятся воздушные полупрозрачные дизайны, поэтому так и напишем. Прозрачный дизайн на длинных ногтях, миндальный, блестками и стразами. Ой, сейчас, наверное, много всего будет. Не надо было так много. Но, кстати, по сути, мы ведь работаем с вами точно так же. К вам приходит клиент, и чаще всего из его слов мы генерируем какой-то дизайн в своей голове. Кто-то, конечно, приносит фотографии, как пример, но обычно клиент говорит, давай сделаем что-нибудь нежное, белое, но весеннее и со стразами. Вот здесь то же самое. Мы просто вводим запрос и смотрим, что нам предлагается. Форма весьма необычная, но дизайн, по-моему, ничего. Смотрите, это Baby Boomer на стилетах, и сверху у нас что-то вроде блесток и фольги. Вот такой дизайн уже вполне себе можно сделать. Вот этот мне вообще нравится. Это молочные стилеты, и внутри там то ли ракушка, то ли фольга. В общем, что-то блестящее. Вот такие ногти, кстати, я бы себе уже сделала. Здесь тоже необычно, но, конечно, с формой прямо что-то очень странное. И цвет ложи какой-то прям желтушный. Кстати, посмотрите, еще так интересно. Даже отражение света, блики, они какие-то неровные. Здесь нужно просто вовремя остановиться, потому что иногда выбор цвета или дизайна, конечно, затягивается. И мне хотелось просто бесконечно играться с этими вариантами. Но в итоге я ввела еще один вариант с миндальными ногтями, молочным цветом и блестками. И получила вот такие ногти. Посмотрите, по-моему, очень даже симпатично смотрятся. Мне прямо захотелось их сделать в таком варианте. И затем я нажала на вариации и получила много-много аналогичных вариантов. Например, вот такой. Тут, правда, один ноготь она держит в руке. Но смотрятся очень симпатично. И как раз оттенки такие необычные. И некоторые тоже смотрели симпатично, но уже очень размыто. То есть тут сложно увидеть, что же сделано. Вот такой дизайн я, кстати, сделала бы сухой кистью с эффектом мазков. Но мне больше всего понравился вот этот дизайн, потому что он смотрится действительно как-то футуристично, необычно. И как раз присутствуют элементы, которые я хотела. Это форма миндаль. Здесь есть какой-то блеск, что-то серебристое. Так что давайте попробуем сделать мне эти ногти. Начинаем со снятия старого материала. В этот раз я, как обычно, очень сильно переносила покрытие. Потом его укоротила. И сейчас у меня есть на ногтях остатки акрила, где-то гели. В общем, я снимаю это все полностью. И параллельно сразу думаю, как же мы будем реализовывать этот дизайн. С одной стороны он выглядит привычно, но с другой очень сильно отличается от всего, что я когда-либо делала. Я делаю дальнейшую подготовку. Аккуратно снимаю блеск с отросшей части ногтевой пластины, пилкой 180 грит. И заканчиваю маникюр, обрезая кутикулу ножничками. Дизайн не выглядит плоским, а скорее многоуровневым. Значит, просто покрывать ногти цветом и сверху что-то рисовать, я думаю, не вариант. Так как на всех ногтях присутствуют белые кончики, то фон будем делать белым гелем. Ногти я уже подготовила. Дальше ставлю формы. Наношу дегидратор, бескислотный праймер и тонкий слой базы, который необходимо просушить. Длину я все-таки сделаю чуть-чуть короче, потому что у меня впереди несколько длинных перелетов с двумя чемоданами. Хотя, признаюсь, длинный миндаль я, конечно, люблю. Из белого я, пожалуй, сделаю только свободный край, а дальше уже будем добавлять блеск. При ближайшем рассмотрении я поняла, что здесь как будто бы совмещение цветов. На некоторых ногтях белый явно находится внизу в виде фона, именно так, как я делаю сейчас его я. Но на некоторых ногтях у меня такое ощущение, что улыбка или что-то белое добавлено сверху, как будто просто прорисовано. Но если с белым свободным краем еще как-то более-менее понятно, сейчас мы его нарастим, то что делать с тем, что там внутри по центру? Напишите в комментариях, как бы вы реализовали такой дизайн, потому что здесь видно, что вроде бы это фольга, что-то блестящее, но как именно это выкладывать и сделать вот такую имитацию цвета, я что-то пока не знаю. Пока делала белый свободный край, поняла, что я так соскучилась по работе с гелем в последнее время, почему-то я больше работала полигелем, либо акрилом. Теперь я промазываю поверхность просто прозрачным гелем и буду добавлять блестки. Там есть очень необычное сочетание цветов, которые я сама вряд ли бы использовала. Там есть оранжевая и голубая фольга и также что-то серебристое. Поэтому я беру хлопья именно таких оттенков. Кстати, почти каждый раз, когда я вижу какой-то дизайн в Pinterest или в Instagram, у меня чаще всего есть материалы, чтобы это повторить, потому что уже за столько лет у меня накопилась масса всякой фольги, блесток. И, как правило, я нахожу что-то такое же или почти такое же. Здесь такого варианта нет. Как вы понимаете, это было сделано из несуществующих блесток, поэтому приходится импровизировать. Я промазала хлопья, чтобы поверхность была гладкой, также это просушила. Теперь можем снимать форму. На всех этих ногтях также присутствует такой хромовый металлический серебристый переход у кутикулы. И его, я думаю, нужно однозначно делать уже сверху. Кстати, на этой картинке тоже есть эффект, как будто это находится именно на верхнем слое. Поэтому я перекрываю все прозрачным гелем и добавлять уже будем сверху. Пока я перекрываю, я в ужасе думаю, откуда мне взять что-то вот такое с металлическим эффектом, но полупрозрачное. Потому что здесь варианты такие. Есть обычная втирка и также у меня есть жидкий хром серебряного цвета. Но они достаточно плотные. То есть, конечно, в один слой он будет чуть-чуть просвечивать, учитывая, что у нас светлый фон. Но не настолько. Он все равно хорошо перекрывает. Опять же, если у вас есть идеи, как сделать полупрозрачный металлический хром, пишите в комментарии. А я тем временем уже сняла липкий слой и нам остается запил. Я делаю в основном его по периметру, а сверху я, как правило, использую баф 180 грит. Если честно, мне нравится этот дизайн уже на вот этом этапе. Просто для жизни я с удовольствием бы просто закончила запил, перекрыла бы все глянцевым топом. И у меня получились бы такие симпатичные молочные ногти с блестками сверху. И вообще дизайн такого формата выглядит вполне привычно для нас, согласитесь. Но задача поставлена, поэтому я беру вот такой жидкий хром. Он, кстати, давно у меня лежит. Я даже тогда не задумывалась, что это называется именно так. Добавляю цвет у кутикулы и делаю небольшой переход. Как я и боялась, несмотря на то, что слой один и я старалась сделать его тонким, все равно цвет не полупрозрачный, а достаточно плотный. Получился эффект такого хрома, нанесенного именно сверху. Вообще взять хром и сделать из него плавный переход сверху, да еще и серебристый хром, эта идея, мне кажется, точно не пришла бы в голову. Да и вообще сочетать дизайн именно так. Большой палец я все-таки решила оставить вот в таком формате, но очень хочется, чтобы один остался таким. Далее все перекрываю глянцевым топом и дизайн готов. Если бы меня спросили, как тебе такой дизайн, как ты его охарактеризуешь одним словом, я однозначно сказала бы так. Он странный. Сама себе я никогда бы в жизни не придумала такое сочетание цветов и материалов для дизайна. Но вроде задача выполнена, он достаточно похож на то, что нам нарисовала нейросеть. Напишите ваше мнение, похож ли дизайн на то, что было, и как вы сделали бы его интерпретацию. Спасибо за просмотр. Если вы впервые на моем канале, то советую подписаться, потому что новые полезные видео, такие как это, выходят каждую неделю. До новых встреч. Пока-пока.